Доброе утро! Мы собираемся в садик. А Мирось сейчас вам покажет, какие у нее новые красивые кеды. Мирось, покажи. Вот, как они мигают. Видите, звездочки там мигают. Ну, конечно, при дневном свете это особо не видно. И Мирось, бочком лучше встать. И топни ножками. А, вот девочка мигает. Так что такие мы взросленькие. Побежали к машинке, Мирось. Мы со Златушкой забрали из садика Мирось. И сейчас играем на площадке. Мирось мне сегодня спрела в садик Мирось. И мы решили заехать поедать. И вот девчонки пока ждем еду, развлекаются. Вы знаете, в этом приложении в снэпчате венок? Так у меня настоящий венок. Я так и не снимаю его. Буду целый день в нем ходить. Давай, давай, Мирось. Тоже такое опасное, да? Сами покушали. Теперь животных кормим. И, представляете, снова дождь начинается. У живот, наверное, видите вы капли. Не удалось нам нормально снова сегодня погулять. Вечность погоды не везет в Питере. И вот как проходит наш вечерок. Пару часиков до утра. Мирось, ну рассказывай, кто это там такое отдыхает? Это гуси. А что это такое желтое? Это домик. Домик гусей. В общем, наш такой день продолжается. Гуляние на свежем воздухе. Дождик прекратился, и вот мы снова вышли. Все, вечер. Приехали домой. Любуемся нашей клубникой. И также у нас появилась голубика, как я вам уже ранее показывала. Златочка, смотри. Вот давайте ягодки тут посмотрим, поищем. Вот они, ягодки. Вот видите. Красота. Итак, я в очередной раз заехала в шоу-рум. И хочу вам показать, как происходит наш рабочий процесс. И вообще буду побольше стараться сейчас снимать влогов, а то что-то как-то давно не было меня с вами. Так, вот обычно с девчонками мы находимся в этом помещении. Давайте подойдем к Яне, посмотрим, чем она занимается. Расскажи нам. Я проведаю кожу питона, я сейчас вырезаю кармашки. И вот сейчас покажу вам очень классную штуку. Это такой фломастер для текстиля, может кто-нибудь знает. Он чертит белым цветом. Вот давайте я вам покажу на темном. Не белым, наверное, прозрачным. Да, да, да. Сперва он прозрачным. Ну, как бы прозрачным наносится. И он темнеет, становится белым. Сейчас магия, магия, волшебство. В общем, подходите. А это у нас телефон какой? Рабочий телефон. Рабочий. Да. Видите, кстати, вот эта линия. Очень удобно чертить и вырезать. Да, видите, уже линия появляется. Вот она, эта линия. Угу. Так, давайте сейчас покажем вам новинки. Вот мой ноутбук тут. Чайник купили, сервиз еще они привезли. У меня уже давно был куплен. Надо будет тоже завести. Так. Рассказывай, Аля, про то, что тебе понравилось. Да, я заведую отпаривателем. Да, сегодня, сейчас. Да, ну, собственно, пришли вот такие новинки. Это базовые маечки такого цвета и голубые. Так, не видно, сейчас посмотрим, пойдем. Да, и сразу хочу определить, что это такая универсальная вещь. Можно носить с кардиганом, с такими же, допустим, пиджаками, с жакетами. Можно на работу, там, на вечер. То есть комбинировать совершенно по-разному. Также еще у нас вот с этой вот. Да, есть такие свитера, которые типа все боятся, но на самом деле, да, они нужны. Почему боятся? Ну, потому что он якобы прозрачный. Но не нужно, действительно, нужно всегда экспериментировать, да. И отличную вещь, вещь мы придумали, это то, что, действительно, можно эти майки под низ одеть. И, как бы, и тепло, и уютно, и, действительно, комфортно, потому что ничего не просвечивает. Вот. Ну, в будущем, наверняка, мы сделаем, чтобы, действительно, сочеталось, да, по цветовой гамме, чтобы, действительно, можно было выбрать на любой вкус и цвет. И еще, да, сейчас пойдем, скажем, с чем еще можно комбинировать. Вот, как я уже сказала, да, это вот с такими кардиганами вообще идеально, и когда у нас еще голубой появится, вообще будет идеальный вариант. Так, ну, и тут у нас вот новиночки наши, а, еще, кстати, у нас майки есть, новые. Вот, покажи. Вот такая вот, с таким более широкими бретелями. А тут, видите, бретельки, такие контрастные мы выбрали. Очень все хорошее по качеству. Надеюсь, вам видно. Видите, вот что, настолько они идеальны. Вот. И, например, с голубенькими бретельками. Красота. И на мне уже полюбившаяся джинсовая рубашка из хлопка. И она у нас вышла с новым принтом. В прошлый раз были, помните, звездочки? А в этот раз такие ромбики, треугольнички. Конечно, к тому времени, когда выйдет это видео, не знаю, много ли останется, но все равно зайдите, посмотрите. Если что-то нравится, то, конечно, мы будем выпускать еще ново-творческий процесс. Так, всем привет! Вот и я, та Виктория, которую вы привыкли видеть. Та, которая снимает влог. Что-то я в последнее время давно не снимала влоги. И на это есть причина. Сейчас расскажу вам, почему я это не делала. Потому что не получалось. В связи с тем, что у меня закончилась память на моем айфоне. А так как все влоги я снимаю на айфон, то это было непросто снимать все влоги. И у меня каждый раз выскакала табличка, что память закончена, запись прерывалась. И вы спросите, почему же я не опусташу свой айфон. Дело в том, что у меня там очень-очень много фотографий. У меня самая максимальная память. 132, по-моему, да. И у меня настолько много фотографий, очень много детских фотографий, очень много детских видео. И мне не хочется их удалять, потому что иногда мы с Миросей вечером лежим. Она говорит, мама, покажи мне видео, где мы в Испании. И я показываю ей видео, мы с ней вдвоем смотрим. А если я куда-то перекину, то начнется надо куда-то идти, в общем, все это смотреть, доставать. И поэтому я очень жду выхода следующего айфона. По-моему, это будет в сентябре. Ну, обычно так происходит, но не знаю, что будет в этом году. И память там, по-моему, максимальная будет 260, судя по слухам. Это как раз то, что мне нужно. И вы сейчас спросите, как я снимаю. Я купила себе какую-то такую штучку, которая подсоединяется к телефону, типа флешки. И все видео теперь, все фотки идут на эту флешку сразу. Они сохраняются не в телефон, а в эту флешку. Так что, если у кого-то небольшая память в телефоне, или тоже вот как я, все заполнено и не хватает вам, то можете вот такую флешку приобрести. Единственный минус, что когда фотографирую, то фотография достаточно долго сохраняется на эту флешку, то есть несколько секунд. То есть у вас не получится фотографировать подряд, делать фотографии. Каждая фотография будет несколько секунд сохраняться на эту флешку. И то же самое с видео. Вот я сейчас снимаю это, нажму стоп, и оно еще там полминуты будет обрабатываться, на эту флешку сохраняться. Но лучше так, поснимаю до сентября, а потом уже и выйдет, надеюсь, новый айфон, и я снова буду в строю. Доброе утро, воскресенье. Сейчас у меня хорошее настроение, и я решила сегодня снять влог, и завтра продолжить съемки, и уже смонтировать, и выложить все, что получится. А сейчас будем завтракать. Пока я спала, мой муж уже вышел из дома и собрал ягодки, клубники и голубики. Вы знаете, что эти ягодки можно собрать у нас во дворе, потому что недавно мы посадили кусты и голубики, до этого у нас клубника росла. И сейчас вот готовлю завтрак, потом мы поедем на теннис, и сейчас дома я, мой муж и Златочка, а вечером уже поедем за Мирославой, потому что она сейчас в гостях у родителей моего мужа. Так как вы знаете, наших детей обычно, не наших детей, а Миросико по выходным обычно забирает и мои родители, то у родителя и у Максима. О, Максим уже принес лимончик. Сейчас мы время будем заваривать чай. Идем на теннис. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ты хотела бы, чтобы Златочка с нами пошла? Я хочу, чтобы она такая высокая была Да, высокая? Ничего себе! Как ты высокая? А кто ты? Мирося Ты черепашонок Ты черепашонок? Ого! Черепашонок Мирося? Да Здорово! А Златочка кто? Сладкий тигренок Сладкий тигренок? А мама кто тогда? Мама Вика А папа? Папа Максим Ой, ты какая у меня! Я хотела сфотографировать Мирося для бабушки и для дедушки Но солнце что-то ярко светит Давай найдем место в тенечке Пойдем Отдала Мирося в садик И вот у меня есть час-полтора часа на тренировку И потом привожу себя в порядок и забираю Мирося Видите, у меня даже появляются косые мышцы живота Начинаю свою тренировку с 5-ти минутной разминки на кардио Кстати, еще большой плюс Что я могу из окна наблюдать, как гуляет Мирося Она, конечно, не знает, что я в этом же здании тренируюсь Потому что она бы стала проситься ко мне Вот, но я стою и вижу Вот даже на данный момент я вижу, как она на площадке гуляет Обнимавка Мама пришла Любимое дело всех детишек нажимает на кнопочку И дверь открывается Мы с Мирося вышли в кино У нас сейчас в контейнерном поселке делают освад И даже машину не удалось поставить дома Она стоит у въезда, у шлагбаума За нами приехал водитель моего мужа И вот мы с Мирося, с красоткой Я вам, наверное, потом ее покажу Нарядила ее Мирося, повернись, пожалуйста На секундочку Вот с бантиком В общем, Мирося готова Ко встрече с кем там Да, как мультик называется Мирося? Не помнишь? Что-то там про домашних животных Да, будем так называть Ой, прям я чувствую, как асфальт Под ногами плавится Лучше, наверное, идти побольше Хорошо, я тушлив положила в пакет А то собралась на каблучках-то идти Сейчас был бы смех Для укладчиков асфальта Мы забрали папу и едем в кино На мультик Тайная жизнь домашних животных За 3 мили расскажешь, что ходила на этот мультик? Да В детском саду Как твои друзья в детском саду еще зовут? Эрнест Эрнест И Марк Марк Мультик будет в 3D Вот очки И очень хорошие отзывы Мы тоже поделимся своими впечатлениями После мультика Конечно, надо в завершении видео Поделиться отзывом о мультике Как я и обещала Вчера что-то не успела ее снять Как на мультик в итоге На самом деле Очень неплохо Я не понимаю Или мультик лучше, чем Который мы смотрели до этого Или действительно Мироси становится старше И уже Даже реагирует на некоторые шутки И смеется И, конечно, половину фильма Я смотрела не на экран А на реакцию Мироси Например, кот залез в холодильник Стал смотреть Что там есть вкусненького Тортик Курочка Он поблизывался Закрыл холодильник Сдерживает себя Потом снова открыл Посмотрел Снова закрыл Открыл А потом не выдержал Накинулся И все съел И Мироси стала смеяться Я думаю, ничего себе Она уже понимает шутки То есть у нее же появляется чувство юмора И уже, наверное, буду с вами прощаться И скажу, что сейчас Тоже забавный момент Заезжала в магазин Хотела себе купить джинсы Так, вы знаете Я большой любитель рваных джинс И думаю Надо что-то такое более осеннее Типа таких Но без дырок приобрести Но, конечно, себе ничего не нашла Зато вот посмотрите Какие я джинсы купила Меня поймут все мамочки Называется Вика Поехала за джинсами Вот Это не мне джинсы Вы понимаете, да Это джинсы то ли Мироси То ли Звати Пока не знаю Потому что это просто Самый маленький размер Который был в магазине Потом вот такие Простые Вот как раз то, что я хотела Без дырок Потом вот такие Модненькие Стильненькие И еще такие Типа штанишек И, кстати, покупая это все В Кальцедоне Колготочки Носочки детские Все мне там нравится Взрослые мне там не нравятся Вот джинсы А детские классные Так что Кто с детишками Примите к сведению Потому что меня часто спрашивают Не только что Вика на тебе надета А спрашивают Вика Что там за джинсы У Мироси Вот я в основном Все в Кальцедоне И всем пока Скоро увидимся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok